Жаркий август, который в 2020-м для белорусов стал фразеологизмом, никак не связанным с погодными аномалиями. Кажется, он еще надолго запомнится высоким градусом протестов, когда несогласные с результатами президентских выборов вышли на улицы с такой риторикой. Мы хотим жить счастливо, спокойно и благополучно. Все движение сами протестующие называли мирным протестом. И сложно сказать, что каждый, вышедший тогда на улицы городов, агрессор, жаждущий выстрелов и взрывов в стране. Но сколько анархистов нужно на одну толпу, чтобы зажечь факел революции с насилием? Сотни? Десятки? А может, хватит и одного, если зажжет буквально? И только ли тот, один из, понесет ответственность? Пинское дело, по которому уже начался судебный процесс. Ночные события 10 августа в райцентре на видео. 14 обвиняемых им грозит до 8 лет ограничения воли, более 100 пострадавших милиционеров. Пока приговор не вынесен, сторонние комментарии излишни. Но вот, что нам рассказывал один из патрулирующих той ночи. Толпа людей начала вести себя, ну, как-то агрессивно настроенно. В сотрудников, в цепочку полетели бутылки, камни, тротуарная плитка. Получается, стояла в первой цепочке, на ногу уже полетела чугунная мусорка. Так за что судят? За высказывания несогласных? Или все же за насильственные действия? А ведь и там наверняка были мирные. Или вот уже события в Бресте, так называемые хороводы 13 сентября на пересечении проспекта Маширова и бульваров космонавтов из Шевченко. Да, казалось бы, водили хороводы, но на проезжей части, где обычно водят машины. Еще и в самом центре перекрестка. И более 20 уголовных дел за хулиганство и парализованное движение транспорта. Виновность была доказана, в том числе имеющейся видеозаписью. С учетом признания вины личности обвиняемых, а также раскаяния их, вторым обвиням предложено назначение наказания в виде ограничения свободы без направления в исправительные учреждения открытого типа. Или отдельные эпизоды вне массовых акций. Пока одни говорят «мирный», другие замыкают рельсы поезда на станции Тевле в Кобринском районе. И кому в этом поезде, который до пункта назначения мог так и не доехать, хотели высказать протест? Пассажирам? Решили закоротить рельсы. Кто коротил рельсы? Я коротил рельсы. Каким образом? Проволокой. Для чего вы это делали? Вы видели поезд тонкой, электричка, дизель? Ну, издалека я не видел, какой это поезд, но уже предполагал по расписанию, что это может быть электричка. Ну, что пассажирские, что люди там едут, понимали? Конечно. Понимали ли возможные последствия и была ли остановка поезда необдуманной? Во всяком случае, специальное приспособление разработали тщательно. Схему собирал. Схема для того, чтобы блокировать дорогу. Синяя таблетка – это микроконтроллер. Вот для него у меня был программатор. Но я его не хотел использовать, потому что он слишком намороченный. И вечер 12 августа уже в самом Кобрине. Двое нетрезвых молодых людей, 23 и 25 лет, выбрасывают из окна многоэтажного дома коктейль Молотова. На суде скажут – стыдно, вред нанести никому не хотели. Вроде как интерес в разгар жаркого августа взыграл. И пострадавших действительно нет. Чья заслуга? Быть может, очевидца. Посмотреть на горячую бутылку подбежали дети. А прохожий быстро принялся тушить. Каждому из них назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. И самое громкое судебное разбирательство о протестах в регионе. Дело Шутова и Кордюкова. С приговором посмертно для погибшего и реальным сроком наказания для обвиняемого. Их выход на протест закончился трагедией для родных. Ведь и тогда, вечером 11 августа, звучала риторика «мирный протест». И в то же время… Сейчас оппозиция вновь призывает выйти на улицы своего города. А мы вновь подчеркиваем – это ответственность каждого. Ответственность, которая может перерасти в уголовную.